Итак, тема моего доклада, он звучит последним, и, наверное, неспроста, потому что все-таки было сказано много интересных и правильных вещей, касающихся и метрономной терапии, и пероральной терапии, но нужен, как мне кажется, некий результирующий такой доклад, может быть, какие-то основные вехи, которые позволили бы нам понять, куда мы движемся дальше. И поэтому я постарался сделать, может быть, немножко с провокационным названием доклад по поводу того, как сделать так, чтобы количество жизни не покупалось за счет его качества. Но все-таки основной целью и основной темой этого доклада является не пероральная терапия, не метрономная терапия, а именно системные подходы к лечению метастатического рака молочной железы. И первый вопрос, который мы всегда себе задаем, как бы, да, зачем мы вообще это делаем? Зачем мы лечим метастатический рак молочной железы? Какое-то время назад, возможно, он имел бы право на жизнь, но сейчас ответ абсолютно очевиден. Мы делаем для того, чтобы больные жили. И если мы посмотрим, мы делаем это с достаточно большим успехом. Здесь представлено количество больных метастатическим раком молочной железы, живущих, например, в Соединенных Штатах Америки. И мы видим, что год от года идет накопление контингентов. Количество этих больных увеличивается. За 10 предшествующих лет число женщин, живущих с метастатическим раком молочной железы, в США увеличилось на треть, а к 2020 прогнозируется, что это количество удвоится. И, в принципе, если посмотреть, например, на другой слайд, вот кривые выживаемости больных ранним раком молочной железы, получавшие адювантную терапию в 1990-х. А вот кривые выживаемости метастатического ХЕР-2, позитивного рака молочной железы, который лечится в 2000-х. Мы видим, что эффективность терапии метастатического рака молочной железы значимо наросла. Да, мы не можем вылечить этих больных, но продолжительность их жизни и количество больных долгожителей увеличилась многократно. И поэтому, если спросить, каковы жизненно важные потребности здорового человека, мы перечислим три вещи. Это пища, вода, сон и отдых. Если спросить, каковы жизненно важные потребности больной метастатическим раком молочной железы, все три предыдущих пункта останутся, но к ним добавится еще такой пункт, как эффективная противоопухолевая терапия, с которой эти пациентки будут жить, а без нее, к сожалению, погибнут. Что мы понимаем под словом эффективная противоопухолевая терапия метастатического рака молочной железы? Огромное количество препаратов и режимов. Даже для того, чтобы просто их перечислить, требуется целая страничка в NCCN Guidelines. У нас очень большой выбор. А вот как и кто должен делать выбор из этого изобилия возможностей? В принципе, если возвращаться к слову пищи, к одной из жизненно важных потребностей, там все просто. Каждый человек сам для себя определяет, каким образом он получит необходимые для него калории, витамины, белки и углеводы. Хотите вот так поеданием крысок, хотите с помощью большого грузинского стола, у каждого есть свои предпочтения, свои вкусы. И человек в состоянии, просто обычный человек, любой в состоянии ориентироваться, что же он предпочтет. А вот, к сожалению, в отличие от выбора еды, при проведении противоопухолевой терапии, конечный потребитель, то есть больной, не в состоянии разобраться в меню, вот этом всем выборе изобилия возможностей, без помощи эксперта, то есть нас с вами, без помощи врача. Но правильно ли мы, ведь вопрос в чем, мы советуем, да, мы выступаем в роли некого там сомелье, не знаю, да, пытаясь человеку рассказать о том, что ему нужно из жизненно важных препаратов. Правильно ли мы, врачи, понимаем потребности потребителя и доносим до него информацию. Ну, если спросить себя, чего же хотят женщины, если это женщины больны раком, метастатическим раком молочной железы, ответ достаточно, вроде бы, кажется простым. Женщины хотят жить дольше, то, что измеряется таким показателем, как общая выживаемость, и женщины хотят жить лучше, то, что измеряется таким показателем, как качество жизни. Но, очень часто звучит такое, что, как бы, да, нас ставят перед выбором, качество или количество жизни. Это неправильный вопрос, это примерно то же самое, что спросить, кого ты больше любишь, папу или маму. При том, изобилие выбора, который у нас есть, для каждой практически женщины мы можем подобрать хорошую терапию, которая будет и сохранять качество ее жизни, и при этом увеличивать ее количество. Это не выбор, эффективность или токсичность. Правильный выбор, это контроль проявлений заболевания при приемлемой токсичности этой терапии. Но, беда в том, на чем зачастую мы основываем свой выбор. Если вспомнить каждого из нас, когда мы получали свое образование, мы получали в эпоху агрессивной, на самом деле, химиотерапии. И реально, опять же, заглядывая в свою собственную голову, какие знания дольше всего и цепче всего в ней сохраняются? Те, которые были получены в начале обучения специальности. Те, которые воспринимаются как аксиома, и, к сожалению, очень часто не вытесняются даже логически обоснованной информацией, полученной позже. А как мы учились? На чем мы, что нам рассказывали наши учителя? Святые принципы онкологов 70-х, 80-х, 90-х. Максимально переносимая доза, комбинированная химиотерапия, поддержание запланированной дозовой интенсивности и необходимость достижения ремиссии желательно полной. И мы, безусловно, вылечим все злокачественные опухоли на свете при помощи химиотерапии. Почему? Мы слишком мало на тот момент на самом деле знали о биологии опухоли. И основывались на достаточно простых предположениях. Опухолевые клетки делятся быстро, поэтому повреждается химиотерапия. Максимально возможные дозы и комбинация препаратов. Ну, вспомните своих учителей, как бы. Да, вспомните то, что вы получали на заре образования. А препятствует развитию резистентности, проведение агрессивной комбинированной терапии, приводит к излечению опухолей. Да, действительно, если вспомнить, первые успехи противоопухолевой химиотерапии, например, лимфома Ходжкина, абсолютно фатальная до появления агрессивных комбинированных режимов. И после этого мы получили не просто продление жизни, мы получили излечение этих больных. И, собственно говоря, совершенно механистически перенесли эти успехи на все остальные опухоли. Во всяком случае, надежду достижения излечения. И действительно, вроде бы, опять же, у нас были некие предпосылки, потому что, если посмотреть, то больные, достигшие полной ремиссии при метастатическом раке молочной железы, жили дольше. Это сейчас мы понимаем, что это особенности биологии болезни, да, а не столько заслуга той терапии, которая проводилась, химиотерапией, агрессивной химиотерапией. Но в любом случае, 90-е годы, а прошлого века, это золотой век химиотерапии метастатического рака молочной железы, тогда, когда мы действительно совершенно на полном серьезе думали, что осталось еще совсем чуть-чуть, и мы излечим всех больных метастатическим раком. Кто сейчас в трезвом уме и здравой памяти проведет режим так, при метастатическом раке молочной железы? А мы ведь проводили и, более того, надеялись, что количество ремиссий, которых действительно было больше, транслируется в значимое увеличение выживаемости. Не получилось. Какой вывод мы из этого сделали? Правильно. Судя по всему, маловато доза. Давайте увеличим еще больше. И следующий этап, который шел параллельно, это максимально переносимые дозы с поддержкой аутологичной трансплантации клеток предшественников гемопоезда. Но, к сожалению, тоже не получилось. Те исследования, которые были проведены с максимально агрессивной терапией при метастатическом раке молочной железы, не показали желаемого результата. И стало понятно, что рак молочной железы оказался гораздо более трудной опухолью, чем, например, лимфома Ходжкина или герминогенный опухоль. Значит ли это, что не было успехов в эпоху лечения метастатического рака молочной железы химиотерапии? Нет, конечно. Разумеется, постепенно выживаемость увеличивалась. Примерно в полтора раза за десятилетие совершенствования противоопухолевой терапии, наиболее активного, увеличилась усредненная медиана жизни больных метастатическим раком молочной железы. Только получилось это не так, как мы хотели лихим кавалерийским наскоком. Появился один препарат, да, или появилась там возможность давать в высоких дозах, и мы достигли успеха у всех. Нет, это была постепенная эволюция. Присоединение каждого нового препарата, каждого нового режима, каждого нового подхода понемножку отвоевывало у смерти некое количество недель или месяцев. А дальше вставал уже вопрос, как правильно по порядку расставить имеющиеся у нас возможности. Поэтому, если сейчас спросить, какова идеология лечения распространенного рака молочной железы, наверное, следующее. Если увеличение общей выживаемости от перемены мест слагаемых меняется не сильно, то есть, в принципе, поставите ли вы токсаны вперед, или поставите ли вы венорельбин вперед, поставите ли вы агрессивную терапию, или наиболее мягкую, продолжительность жизни больных будет примерно одинакова. И в таком случае на первый план выходят уже другие критерии, такие как увеличение переносимости лечения, уменьшение ресурсоемкости, то есть, меньшая стоимость терапии, удобство лечения для пациента и врача. И в отношении эндокринотерапии есть такое ощущение, что лед, во всяком случае, в нашей стране наконец-таки тронулся. Мы стали чаще задумываться, что не нужно начинать с химиотерапии у больных с рецептор позитивной опухоли, даже в том случае, если есть висцеральные метастазы, но нет висцерального криза. Но, к сожалению, рано или поздно все пациентки доходят до этапа химиотерапии. Это неотъемлемый и, пожалуй, наиболее универсальный способ лечения. С этим стоит согласиться. Химиотерапия работает и при рецептор плюс, и при хер плюс, и при трижды негативном, где других альтернатив нет. Но, к сожалению, там наш гуманизм абсолютно кончается. Если подумать, как выглядит процесс лечения больных. В дебюте заболевания чаще всего мы имеем минимальную опухолевую массу, минимальную резистентность, но при этом чаще всего именно в дебюте заболевания мы используем наиболее агрессивные подходы. Чаще всего в первой линии люди получают комбинированную терапию. После того мы чешем репу и переходим на монотерапию, и заканчиваем метрономной терапией. Несмотря на то, что к тому моменту, когда мы назначаем метрономную терапию, или монотерапию, и опухолевая масса уже больше, и резистентность опухоли выше. Это не очень логичный подход. На самом деле, вот этот треугольник-то, конечно, желательно перевернуть. Почему его желательно перевернуть? Для этого есть большое количество доказательств. Сравнение, например, комбинированной против последовательной монотерапии. Мы видим, что да, действительно, комбинированная терапия позволяет добиться большего числа ремиссий. Она более эффективна в отношении достижения частоты ремиссий. Но где нам нужна частота ремиссий и глубина, и скорость? В одной единственной ситуации при метастатическом раке молочной железы. В ситуации, называемой висцеральный криз. Тогда, когда еще чуть-чуть, и будет уже поздно, мы ничего с этой больной не сможем сделать. Здесь бинарный ответ. Либо пан, либо пропал. Либо ты ее спас, либо она погибла. Во всех остальных случаях, и вы это видите в своей реальной клинической практике, у вас всегда есть время на подумать. На то, чтобы оценить чувствительность к выбранному режиму. Поздно не будет. И вот в этой ситуации, посмотрите, что происходит в отношении сравнения последовательной монотерапии и комбинированной. В отношении осложнений, безусловно, комбинированная терапия в полных дозах гораздо более неприятна. Это просто в рутинной клинической практике. Все видят, но и подтверждается тем же метаанализом, например, в отношении фибрильной нейтропении. А вот в отношении времени до прогрессирования, как ни странно, по метаанализу монотерапия лучше. Почему? Потому что вы можете дольше сохранять поддерживающую дозу без достижения непереносимой токсичности. И при этом общая выживаемость абсолютно одинакова. То есть больные будут жить ровно столько же, но несколько лучше. И поэтому, если мы посмотрим европейские и американские рекомендации, мы видим, что базируясь на имеющихся данных, рекомендуется все-таки в качестве предпочтительного монотерапия. И на чем мы основываемся, как бы, да, для того, чтобы все-таки выбирать подходы к лечению? И ответ здесь, наверное, однозначен. Все-таки мы лечим больную для нее же самой. Не для себя, не для факта проведения лечения. И поэтому предпочтения пациентки, скорее всего, должны, но не скорее всего, они точно должны учитываться. Конечный потребитель того, что мы делаем, конечный потребитель лечения, это больная. И если вы внимательно почитаете рекомендации, которые есть, они звучат очень интересно. Да, предпочтительно, например, в качестве первой линии антрациклины и таксаны. Но если у женщины есть сомнения в отношении и полное нежелание иметь алопецию, а это, например, социально активная женщина, женщина, которая выходит в свет, скажем, то этого достаточно для того, чтобы принять решение об использовании альтернативного подхода. Еще в 80-х, представьте, что такое алопеция, как бы, да, и основываясь на этом, мы будем принимать решение. Еще одна потрясающая, как мне кажется, совершенно фраза в рекомендации ABC, мы часто говорим, что лечение должно проводиться до прогрессирования или непереносимой токсичности. Но наши взгляды на то, что такое непереносимая токсичность, могут сильно отличаться от взглядов пациентки. И поэтому совершенно точно здесь написано, на что мы должны ориентироваться. Что такое непереносимая токсичность, должно определяться совместно с больной, а не только доктором, исходя из его представлений о непереносимости. Почему? Ну, собственно говоря, предание старины глубокой. Мы, например, очень верим, что токсаны, антрациклины и так далее, это наше все в первой линии. Но давайте посмотрим, например, те исследования, которые легли в базу по использованию тех же самых токсанов. Да, разница в общей выживаемости есть по сравнению с СМФ, но назвать ее драматической мы точно не можем. Перемена мест слагаемых, еще раз, часто не отражается на конечном результате в виде общей выживаемости. И мы должны ориентироваться на те факторы, которые являются дополнительными, на качество, на переносимость. То же самое, например, с ХЕР-2, позитивным раком молочной железы. Да, официально, формально мы должны использовать токсаны в качестве предпочтительного препарата-партнера для первой линии лечения. Но если вы посмотрите, очень большой спектр препаратов, в том числе и тот же венеральбин, дает совершенно сопоставимую и частоту эффектов, и выживаемость без прогрессирования при комбинации с тростозумабом. Но почему бы не пойти дальше, если мы показали, что есть эффективность монотерапии, и она, собственно говоря, сопоставима с эффективностью комбинированного лечения в отношении общей выживаемости, но при этом гораздо лучше переносится, почему бы не попробовать использовать тот самый метрономный подход, о котором говорила и Татьяна Юверовна, и профессор Казаника передо мной. И оказывается, что 88% европейских экспертов, задействованных в составлении рекомендации EBC3, согласно с этим предположениям, да, в определенных клинических ситуациях, тогда, когда нам не нужен драматический эффект, а нужно только сдерживать болезнь, метрономная терапия вполне приемлемый метод. И более того, конечно, мы сейчас стали гораздо больше понимать о биологии опухоли и опухолевой прогрессии по сравнению с теми же 70-ми, 80-ми годами. Мы уже далеко ушли от представления о том, что единственное обоснование действия противоопухолевой терапии это быстрое деление опухолевых клеток, геном которых проще повреждается химиотерапия. Мы понимаем, что эффективность химиопрепаратов часто лежит за пределами прямого цитостатического или цитотоксического воздействия на опухолевую клетку, что, собственно говоря, опять же, было прекрасно продемонстрировано. И что, опять же, важно, может быть 3000 теоретических предпосылок, почему это должно работать. Мерилом конечным является клиника. И нарастающий объем клинических доказательств, клинических исследований по использованию метрономной терапии говорит о том, что эта опция имеет абсолютное право на жизнь. Более того, в ряде случаев она имеет право на жизнь и в ранних линиях лечения метастатического рака молочной железы. И здесь, я позволил взять ваши слайды, сославшись, правда, на 2016 года, и я честно могу сказать, вот кого вы больше любите, папу или маму, какая половина слайда нравится больше? Половина слайда, посвященная эффективности, где мы видим действительно очень высокие цифры выживаемости, или половина слайда, которая посвящена переносимости, где мы не видим привычным нам grade 3, grade 4 степени токсичности практически. То есть мы явно имеем в руках метод, где количество жизни не покупается ценой его качества. Ну и то, что хотелось бы сказать, завершая свою презентацию, мы не ушли от химиотерапии, несмотря на то, что этот метод, скажем, один из наиболее старых и древних в отношении лекарственного лечения, он появился задолго до таргетной терапии, до такого ренессанса эндокринотерапии, он остается базовым элементом лечения больных метастатическим раком молочной железы. Рано или поздно каждая пациентка получит свою химиотерапию. Агрессивность химиотерапии, сейчас мы понимаем, может быть уменьшена без потери, как минимум без потери эффективности лечения, а судя по тому же Кохрановскому метаанализу, возможно, это даже более эффективно в отношении выживаемости без прогрессирования. И новые подходы к лечению рака молочной железы позволяют нам по-новому использовать привычные цитостатики. Использую их, например, в метрономном режиме. Благодарю за внимание. Глубоко уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Николай Владимирович, пожалуйста. Вопрос такой. У вас критерием выбора являются два, по сути дела, критерия. Это висцеральный криз, да или нет, и желание пациентки. Ну, в идеале это действительно так, потому что при висцеральном кризе, конечно, мы понимаем, что… Ну, вот так правильно я поняла, да? Теперь, ну ведь рак молочной железы – это гетерогенная группа. То есть где-то эта тактика может оправдать себя, где-то нет. Нет. Вот у меня такой вопрос. При каких всё-таки вариантах рака молочной железы себя больше оправдывает химиотерапия, а при каких метрономная? Вы знаете, к сожалению, однозначного ответа на этот вопрос, скорее всего, я вам не дам, потому что в любом случае любая пациентка до начала лечения вообще, в принципе, как бы, да, это закрытая книга. Мы не знаем, как она ответит. Мы можем лишь каким-то образом догадываться. Понятно, что если у больной даже, может быть, небольшая опухолевая масса, но при этом быстрая прогрессия была перед этим, или отсутствие ответа на… то есть быстрая прогрессия после одевантной терапии, то здесь, скорее всего, имеет смысл сначала попробовать что-то более агрессивное, потому что мы не знаем, как бы, да, как потечёт себя, как потечёт эта боль. Если это рецептор позитивная опухоль с длительным периодом контроля на эндокринотерапии, вяло прогрессирующая по костным, по кожным проявлениям и, может быть, с небольшим висцеральным поражением, здесь, разумеется, конечно, эта пациентка предпочтительна для более мягкого и, скорее всего, метрономного подхода. Опять же, здесь у самой пациентки, понимаете, мы тоже себе нарисовали некую идеальную картинку по поводу того, как качество жизни, ну, как бы, да, что оно должно обязательно улучшиться от пероральной терапии. Кто-то, может быть, наоборот, не переносит таблетки просто и не хочет пить таблетки. Или эта пациентка не очень большого ума, она некомплоентна будет. То есть вы ей назначите пероральную терапию, она будет эти таблетки забывать и принимать. Но, к сожалению, однозначного ответа, то есть если вы предвидите, исходя, может быть, даже из своих ощущений, из своего клинического опыта, что эта болезнь потечет агрессивно, то в этом случае, да, это химиотерапия стандартная, скорее всего. Если у вас пациентка нет возможности ее контролировать, да, она не на коротком поводке относительно, то есть она уехала куда-то за 200-300 километров в деревню, скорее всего, тоже это будет не метрономная терапия, да, может, а это будет некий привычный вариант. Если у вас есть возможность контроля этой больной, почему, почему нет? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот из предшествующей лекции и вашей лекции, ну, в общем, вытекает то, что мы, когда проводим метрономную терапию, да, и эстрогенный гормонопозитивный рак, то мы можем одновременно назначать и гормонотерапию, и химиотерапию. Как вы к этому относитесь? Нет, в этом отношении, как бы, да, это является экспериментальной методикой до настоящего момента, потому что исследования по классической химиотерапии в комбинации с эндокринотерапией, они были на заре проведены, было исследование, где было три группы, как бы, да, КАФ, тамоксифен или КАФ с тамоксифеном, и там разницы не было. Но сейчас действительно то, что Марина говорит, говорит профессор Казанига, да, что есть такое, ну, не ощущение, есть теоретические предпосылки, что метрономная терапия, например, с тем же самым циклофосфамидом может работать как, ну, аналог циклин препаратов, блокаторов циклинзависимой киназы. Что сделали блокаторы циклинзависимой киназы в лечении гормон позитивного рака молочной железы, знают все, но это пока область исследования, то есть вот это параллельное назначение, это не является, как бы, да, стандартом. Это не является стандартом, это является исследовательской опцией. Я правильно сказал? Возможно, добавление. Я хотел бы добавить два момента. Я согласен с вами, что когда вам нужна химиотерапия, вы можете подумать про метрономную химиотерапию. Медиана, в течение которого мы наблюдаем, клинический ответ у пациентов с рак молочной железы при метрономной терапии, это два месяца. То же самое, что при использовании токсанов, например. Это первые пункты. Так что, по моему мнению, я думаю, что не надо даже смотреть на гетерогенность рака. В настоящий момент у нас существуют пациенты с... которые мы хотим опубликовать по пациентам с тройным негативным раком молочной железы, и сейчас у нас нет этих данных. И последнее, я согласен, конечно, что это экспериментальное сочетание эндокринной терапии и метрономной терапии. Ну, я надеюсь, что это только начало разговора по данной теме. Если вдруг это оправдается. Коллеги, тогда, если мы завершили нашу сегодняшнюю программу, я позволю себе резюмировать то, что было сказано выше. Мы, на самом деле, прежде всего мы эволюционируем, онкологи. Мы постепенно становимся все более и более умными. Мы получаем все новые и новые знания. Вопрос о том, что, к сожалению, этот процесс иногда идет слишком долго, особенно по отношению к тем опциям, которые нам кажутся уже привычными и изученными. Это касается, в том числе, и химиотерапии при метастатическом раке молочной железы. Пора пересматривать свои взгляды. Это самое тяжелое, чаще всего, менять самих себя. Потому что привычка, ну, она как бы, да, вторая натура, как говорит наша русская поговорка. Не нужно гнаться за непосредственными эффектами. Не нужно гнаться, как бы, да, даже часто и за выживаемостью беспрогрессированной. На самом деле, каждого из нас, если спросить, чего мы хотим от жизни, мы хотим жить дольше и лучше. Ровно то же самое хотят и наши пациентки. И у нас есть достаточный арсенал для того, чтобы им это обеспечить. Главное, просто чаще задумываться, зачем мы лечим больных. Благодарю за внимание.